Покажу еще вам дома частные, улочку какую-то. Заехала сюда специально. Отключим мы сейчас наш GPS, чтобы он не мешал. Вот такая вот улочка. Тоже территория не закрыта, я имею ввиду территория, не стоят ворота при въезде, нет security. Security это будки, бывают такие шеи, я вам говорила, что бывают subdivision, которые закрыты. Ну вот в принципе во Флориде вот простые дома, простые обыкновенные, обыкновенного народа, да, среднего класса, выглядят вот так вот. Средний, ниже среднего, ну как вот назвать, кто там делил по этим рангам людей. Ну да, ну наверное просто средний класс, просто обыкновенные американцы, которые работают себе. И, собственно, они не больно-то там семи пядей во лбу, и не очень-то многое зарабатывающее. Ничего особенного, так скажем. И тем более вот здесь на улице, на такой, на проезжей части дома стоят. И довольно близко к проезжей части. Ну это не проезжая часть, где я еду, но все равно вот впереди проезжая часть будет, да. Поэтому как-то здесь, наверное, будут даже они подешевле маленько. Так, 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 сейчас мы поедем, если мне удастся. Удастся, наверное, вот так вот. На улицу вот тут я видела немножко, наверное, здесь вот подороже жилье. Сейчас мы едем вот сюда. Тоже неохраняемая security нет. Новые, новее домишки. Видите, справа новее. Если вот только камера там берет это все. Сейчас, секундочку. Да, и справа, и слева. Вот здесь даже эти почтовые ящики одинаковые, вот эти кирпичиками сложенные. Видите, кирпичиками, кирпичиками сложенные. Вот это красивее, конечно, улица. Домишки новые. Газончики подстриженные, все хорошо. Видно, здесь нанимают подстригательные эти бизнесы. То есть, ну, вместе платят люди кому-то профессиональной компании, которая стрижет это все. Вот, действительно, такая обустроенная улица, хорошая дорога у нее. И здесь, конечно, будут дома маленько подороже. Вот вам опять кулдисак. То есть, поворот, кольцо, дальше не проедешь. Гляньте, как он покрасил свой асфальт, да, интересно, красным цветом. Ха-ха. Настолько красный, ну, совсем с ума сойти. И дом, наверное, и дом розовый. Боже мой, дом розовый. Асфальт красный, цемент красный. Вот они, эти почтовые ящики в этом. Вот домик какой хороший, красивенький. Такой одноэтажный, в то же время очень красивый. Так, поехали. Да, ну, вот эта вот улочка неплохая, конечно. Вот здесь вот нормально, в принципе, жить. То есть, видно, что люди... Немного машин стоит во дворах. Здесь вот только сервисные вот эти вот троки, вы видите. Это по сервису приехали что-то ремонтировать люди. А так во дворах мало машин, потому что сейчас рабочее время. Два часа дня, четверг. Вот, опять кто-то приехал что-то ремонтировать. Да, вот на тройке он стоит здесь, на улице стоит. Вот, а во дворах машин мало. Ну, вон кое у кого в гараже. Так. Ну, вот, конечно, вот этот райончик хороший. Неплохой. Давайте его и посмотрим сейчас. Да, вот здесь дома будут стоить подороже. Значит, от моря это расстояние примерно мили 3-4. Вот так вот, недалеко. И дома новые. Видно, сабдивижен выстроилась недавно. Опять колдисак. Специально так располагают, чтобы дома не стояли на проезжей части. Так. И стоить они будут. Вот дом на три гаража. Три белых гаража, да. На три гаража, на три машины. Чем больше, чем больше гараж, то есть, чем на большее количество машин. Вот впереди, видите, тоже на три гаража. Вот один и двойной дабл, да. Вот там вот белые ворота. Тем будет дороже и дом. Обычно как-то меряют спальнями дом, спальнями и туалетами. Сколько спален, сколько туалетов. И в то же время меряют также гаражами. Сразу смотрят по гаражным воротам. То есть, сколько мест для машин в доме, значит, такого площади и дом. И люди хотят брать, конечно, большее место для гаража. Если дом большой, а в нем только, значит, на две машины гараж. Ну, на одну не бывает в большом доме, на две. Это даже очень плохо считается, что лучше 3-4, на 3-4, если большой дом, то лучше на 3-4 гараж иметь. Гараж, то есть, пространство. Вот. Ну, хотя во Флориде, как я уже сто раз повторяла, видите, люди не ставят. Мало кто ставит в гараж машины. Ставят те машины, которые не пользуешься. Которая твоя рабочая машина, на которой ты ездишь на работу, везде, крутишься. Значит, ее в гараж не ставят. Так. Преимущества вот этой улицы. Не только преимущества, но построена она так. Вот этот фонтанчик здесь впереди, видите? Вот за этим электрическим счетчиком. Озерцо и вокруг озерца дома. Типичная американская subdivision, которая новая. Но новая, я имею в виду лет 20, не больше новая, вот так скажем. Вот. В старых районах так немножко не строили. Но что имеется в виду? Вот этот озерцо с фонтанчиком, это искусственно вырывается. Когда начинается, вот видите, спринклер у человека работает, разбрызгивает воду на его газон. Когда строится subdivision, вырывается вот эта вот яма или делается так проект там, где ниже сам этот ландскейпинг, ну то есть сама территория, ландшафт, которая, значит, немножко пониже уровнем. Вырывается котлован, не знаю, заливается ли туда вода, либо она там как-то подойдет. Ну вот этот фонтан, конечно, это под, в этой яме, понятное дело, подача воды, да, идет. Вот трубы там заложены, да, фонтан, да. Ну само озерцо, как оно строится, я не знаю, но вот это была типичная улица, американская, типичная subdivision, потому что очень часто вот так вот заезжаешь в какую-то subdivision под названием таким-то. Вот справа этот же озерцо, да, вот оно справа, вы его видите. Лавочки вот смотрящие на озерцо, вот, и все время, вот, все время они строят вот эти вот маленькие вот эти водоемчики, вокруг них дома. Я сначала думала, что это натуральное все, то есть, ну натуральное как, думаю, это дома построились вокруг этого озерца. Но потом, как мне объяснили, что нет, когда строится subdivision, это озерцо строится тоже. Ну, мне, конечно, это очень нравится, это очень классно, красиво, все, но за вот эту subdivision в связи с этим озерцом и часто в этом водоемчике есть, вот, у человека, видите, эти мусорные баки, вот, крышки валяются. Это значит, что он вытащил, два серых бака было, и вот сейчас синий бак будет с открытой крышкой, вот с открытой крышкой синий бак. Он утром выволок свои баки мусорные, машина забрала, а он на работе и свои баки еще не затащил. Приедет вечером, заберет свои баки назад на двор. Баки оставлять на улице нельзя, здесь такие правила. Да, так, что я говорила, в этих вот водоемчиках запускают лебедей и всяких уток в зависимости от того, ну, от штата и от климата, что где растет, значит, вот эти вот всякие эти птички, птичечки. Значит, вот эти птичечки, мы когда жили в том штате, у нас были здоровые такие толстомясые, толстозадые гуси такие вот белые какие-то, или утки, утки, наверное, это они были, или индоутки, как их назвать, то ли для красоты. Они в этом озерце, значит, плавали. Их кормили, но за вот это озерцо, за кормление этих уток, за вот там при въезде цветочки, ну, то есть, как вот выезжаешь в Subdivision, там есть такая стела с названием, да, и там эти сажаются цветочки, убирается, все, значит, вот это все культура такая, все это культурно, все это красиво. В год платили мы за тот дом, за эти вот птичечек, так скажем, если, в общем, взять, назовем это все птичечками, сейчас я скажу, то ли 400 долларов в год, то ли 700, вот опять озерцо слева, видите, опять слева озерцо, уже же другая Subdivision у нас там, там построена вокруг, да, так вот за это озерцо, значит, платились деньги. Ну, небольшие такие, вот выезд из, ну, там не видно вам, ну, ладно, ладно, ну, в общем, вы меня поняли. Вот, вот даже уже здесь вот камыши растут немножко слева, да, уже в этом озерце уже так растут камыши. Теперь, трава же вокруг этого озерца, она же покошенная там, вот если видно было, то есть озерцо вокруг трава покошенная. И вот эти птичечки теперь, еще, значит, кроме птичечек туда запускают этих, я не знаю, вот эти аллигейторы у нас здесь, да, вот эти аллигаторы, это не крокодилы, это, ну, маленькие такие, ну, маленькие какие, бывают с метр размером, бывают полтора, бывают полметра разные эти аллигаторы. То ли они там сами заводятся в этих озерцах, и очень часто стоят знаки, что в озере живет аллигаторы, будьте осторожны, тра-та-та, вот это вот. Так, ну, кто там их кормит, я не знаю, или они сами кормятся, но про птичечек я помню точно, что меня так поражало, думаю, боже мой, значит, мы живем, а у нас дом был, ну, вот так вот, например, стоял дом, да, то есть не на озерце, а вот как вот эти вот, да, стоят, то есть далеко от озера. Вот я кручу, сколько я уже вам тут кручу, минут 10 на машине от этого озерца, которое там находилось, да, вот, и далеко. И я тогда говорила, слушай, а при чем мы к этому озеру, вокруг озера там другие дома стоят, ну, что, мы должны типа платить за этих птичек там, которые, потом, на это озеро, я даже туда и не хожу, это, ну, во-первых, все на машинах, ну, вот сейчас это надо пешком туда добежать, посмотреть на этих птичек. Ну, мне Хатман тогда объясняет, что это порядок такой, что если в такую сабдивижен ты, вот, вот опять же озерцо, заросшее этими камышами, да, вот опять же озерцо, вот у него электрический щечек, имеется в виду подсветка здесь, да, здесь светло вечером, и лавочка стоит, смотри. А вот это въезд в сабдивижен, вот здесь вот немножко справа, вот это клумба, да, такая, ну, такая там посыпанная на камушками, это въезд в сабдивижен. Опять озерцо, видите, озерцо, утки на нем плавают, если там видно, вот черненькие утки по этому озерцу, и этот столик с этими, ой, еще одна птица стоит, вот если бы можно было здесь останавливаться, нельзя, негде мне машину поставить, показать вам. Вот, ну вот типичная американская улица с этими озерцами, типичная и хорошая американская улица, флоридская, скажем, флоридская, американская, не слушайте меня, когда я обобщаю все по Америке, это неправильно. Но вот имейте в виду, что я говорю за местность, за штат, где я живу, значит, да, про те штаты, где я раньше жила, ну, может быть, там, касаюсь вот так вот вскользь, это самое, других городов. Вот, ну, вот, вот так вот, вот так вот, нормальное, хорошее, но опять же, это не богачи люди, это не двухэтажные, трехэтажные дома с лифтами, да, это, ну, может быть, какой-то здесь доктор и попался, маленького ранга, врач, но маловероятно, потому что, например, такие доктора, люди, а ну-ка, давайте вот сюда еще поедем сейчас. Вот опять, видите, у него бак съехал сюда случайно, и синий, и он его не забрал. Доктора, они живут, я имею в виду уровень людей, потому что в Америке доктор очень хорошо оплачивается. Доктора, они живут, конечно, немножко в других районах, и в домах побольше, пошикарнее, и туда не заедешь, там, конечно, все это охраняется, охраняемая территория. Так, опять я приехала сюда же, вот вам бакики открытые, я перепутала, вот, опять я туда же приехала. Жили-были карусели, такие вот скульптуры стоят на почтовых ящиках, птичечки. Орел стоял, видно, скульптура орла была. Так, значит, про что мы еще раз говорим? Ну вот, ну вот такая вот приличная улица. Ну вот здесь дома, смотрим на цену, да, поскольку недалеко от моря, маленько-маленько будет, значит, подороже. Подороже в каком плане? Недалеко от моря раз, культурная улица два, чистая и новые дома. То есть это не старая дома, не 50-летняя. Во Флориде очень много старого жилья, очень много старого жилья. Оно добротное, нормальное, классное, но все равно оно, значит, старое. Здесь дома подновее. Наверное, будет стоить здесь дома 350-400. Давайте его пропустим, пусть он проедет сейчас. Едь, дяденька, едь, молодец. Где-то 350-400 тысяч долларов здесь будут стоить, даже независимо от того, что они не двухэтажные. Но вот из-за культурного района, из-за этих всех водоемчиков и птичечек, вот так вот, попадутся маленькие дома. Тот, которым небольшие здесь дома, размером я имею в виду площадью, но будут стоить, может, 280, вот так вот, может, 320, вот так вот примерно. Может быть, если совсем малюсенький попадется, такой простенький, может, он будет 250 стоить, может быть. Вот, ну вот, вот так вот. Вот так вот, так мы опять сюда, или это уже другая, не знаю. Короче, я покручу, а вы посмотрите просто, просто посмотрите. Ну, какой вот контингент народа здесь живет. Ну, и бухгалтер живет, и инженер живет, и какой-то частный бизнес живет. И, ну, может быть, не знаю, полицейский здесь живет или нет, у полицейских как-то немножко доход поменьше. Ну, не знаю, ну, возможно, возможно, может, какой-то военный живет, вот так вот. Есть такие вот рукастые люди, которые имеют, опять вот это же озерцо, о котором я говорила, да? Люди, которые неплохо зарабатывают на каком-то своем бизнесе, может быть, ну, какие-то механики. Ну, ну, вот-вот, в принципе, вот такой вот контингент народу. Так, а вот этот вот трог приехал что-то делать здесь, да? И какой он там, этот трог, что там у него прицеплено сзади? А, косил траву. Вот он, у него машинка в этой клетке, у него машинка для козьбы травы. Он на нее садится и ездит по клумбе. Ну, вот вам ландшафтный, ландшафтный работник приезжал к ним. Вот, ни одного одинакового дома, и это типично для таких улиц, и вообще типично так вот в Америке, ни одного. Видите, вот вроде бы похожи, в одном стиле выстроены, все под один стиль так вот подогнали, но все-все-все-все иначе, все иначе. Так, поедем мы сейчас вот сюда. То есть они разные, дома разные, но выдержаны, можно сказать, в одном стиле. И это, значит, молодцы, очень хорошо все это у них так это построили. Пальмы, конечно, сажаются вот эти длинные, они сами не выросли, их, конечно, посадили здесь. Но у нас пальмовые леса есть, они смешанные. Как-нибудь, когда мы попадем в какой-то лес, я вам покажу, как выглядит флористский лес. Он красивый очень, он пальмы, перемешанные с другими деревьями, пальмы такие старые, красиво, конечно. Конечно, многие, кто вот знакомым я показывала местность свою, да, и говорят, ой, у вас леса нет. Ну, что же здесь лес будет, если это жилая территория? Здесь недалеко море, пляж, здесь такая замечательная здравница, да, ну какой же здесь лес будет? Маленько вот отъехать от этих мест и можно посмотреть и лес. Но в том понимании лес, как у нас в Сибири, тайга там или, конечно, во Флориде, такого нет, безусловно. Так, ну вот, белый какой интересный у него этот. Так, ну что, еще раз прямо проедем, да, или мы там уже были, не знаю, ну поехали. Пока вот хорошо сейчас 2 часа дня, людей нет. Мне очень нравится, потому что нет машины, нет людей, которые будут за мной наблюдать. Ну, кстати, кто-то мне там на канале написал, что вы, как же написали-то, я забыла, типа, ну что вы, а это разве хорошо, подсматривать за чужой собственностью? Людям это может не понравиться, кто-то написал. Слышите, насчет понравиться, не понравиться. В Америке вот все, все свободно. У вас, я поначалу, меня, помню, бесило, когда продавщица или какая-то, кто кофе продает, и прежде, чем его сделать для меня, я заказала, какой мне кофе, да, и жду, стою. Они спрашивают, как ваше имя. Они пишут на чашке твое имя. Они все время в кассе там спрашивают, как вас зовут. Могут спросить и фамилию, и туда-сюда. И ты представляешься, и здесь все люди открыты, они даже могут сказать вам свою фамилию и имя только так, просто так чужому человеку. Я такой-то, такой-то. Тут же говорят, где я живу, и назовут тебе район. Но они не будут говорить мой адрес, номер дома. Но если вы спросите, они скажут. То есть они здесь не боятся. И ездить вот так вот просматривать эти красный дом, мы уже видели там с вами. Ездить вот так вот просматривать дома здесь, может любой. Очень часто здесь вот кто продает дом, ставится такая стела. Ну вот ни одной я еще не находила, чтобы здесь дом на продажу стоял. Ставится такая вот металлическая рекламная такая стела. Это агентство ставит, тот, кто продает, ну агентство по продаже домов, да, кто продает дом, они напротив дома. Опять красный этот домик, да. Они ставят эту, красный цемент, асфальт. Они ставят эту стелу, и на стеле написано телефон, обращайтесь, тра-та-та, и название агентства, с помощью которого этот хозяин продает дом. Либо ставит buy owner. Buy owner это продаю сам, то есть owner хозяин. Продажа от хозяина, вот так скажем. То есть человек продает без помощи агента. А вот стоит один, вот был один, но вот не заметили, вот этот флажок. Вот на углу дом продается, вот можно, в принципе, позвонить, спросить, сколько он стоит. Вот, вот еще один продается с этот, вот-вот-вот слева стоит вот это белое, это самое продается. На нем еще краткая информация бывает на этих вот продажных этих счетах. Написано, есть ли бассейн, нет бассейна, и там сколько, сколько бедрума, бедрума это спальня. Сколько спален, сколько туалетов в доме, вот так. Вот. Поэтому люди, кто хочет купить дом, они часто объезжают вот так вот, как я, улицу. Они часто вот смотрят, крутят потихонечку. И я помню, когда мы свой дом продавали, все, выехали мы с этой красивой территории. И сейчас мы поедем по обыкновенной дороге, и ничего здесь примечательного не будет. Вот, и когда мы свой дом продавали, я помню, что люди вот так ездакались, приостанавливались и смотрели, вчитывались в нашу вот эту вот рекламный этот щит. Вчитывались, никто тебя не беспокоит, они просто останавливаются, вчитываются, ну, забивают себе в телефон этот номер телефона, запоминают или записывают как, и отъезжают дальше. То есть очень часто люди крутят на машине по сабдивижионам, где можно проехать, конечно, и смотрят именно дома на предмет того, вот, хотел бы я бы здесь жить или нет, просто смотрят ситуацию здесь, да, продается здесь что-то или нет. Поэтому говорить о том, что вы тут ездите типа тайной камерой дома чужие снимаете, это, конечно, глупо. Так, за мной трафик, я поехала очень быстро, и куда я еду, я не знаю, мне надо включать GPS. И я с вами прощаюсь, и надеюсь, что вам улица хорошеньких таких аккуратненьких домов понравилась. До свидания, спасибо за просмотр.